Добрый вечер, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный корреспондентами общественного саянского телевидения. В студии для вас работает оператор Юрий Кузьменко и ведущий программы Дмитрий Поличук. Сегодня в выпуске стартовал месячник пожарной безопасности. Судебные приставы работают с должниками по элементам. Горожане готовятся встретить Масленицу. А теперь об этих и других событиях более подробно. На работы по благоустройству общественных пространств Иркутской области в текущем году направят более 2 миллиардов 25 миллионов рублей. Обновленные улицы, дворы и скверы появятся в 87 муниципалитетах. В Братске открылся форум городской развития и совершенствование качества городской среды. Как заявил на открытии глава при Ангаре Игорь Кобзев, на работы по благоустройству общественных пространств в Иркутской области в 2022 году направят более 2 миллиардов 25 миллионов рублей. Обновленные улицы, дворы и скверы появятся в 87 муниципалитетах. В общей сложности в регионе в текущем году благоустроят 195 территорий. На это будет направлено 1 миллиард 202 миллиона рублей из федерального бюджета, более 299 миллионов из областной казны, а также средства местных бюджетов и внебюджетных источников. Мы действительно включились в такую правильную повестку о приведении территории в малых городах, исторических поселениях. На протяжении двух лет пять территорий каждый год выигрывают. Сегодня нам репутацию это точно нельзя испортить. И мы заявились уже на следующий год более девяти сегодня городов, малых городов, исторических поселений, которые готовы участвовать в этом. Глава региона подчеркнул, что в настоящее время проводятся конкурсы по отбору подрядных организаций, идет заключение контрактов. До 1 апреля все контракты необходимо заключить и приступить к основным работам. Форум городской развития и совершенствования качества городской среды проводят в Братске с 2017 года, с момента, когда Иркутская область включилась в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На реализацию проектов благоустройства, кроме средств, предоставляемых в рамках федерального проекта, направляются также средства программ «Народные инициативы» и «Комплексное развитие сельских территорий». Контроль за реализацией федерального проекта в Иркутской области осуществляется межведомственной комиссией Иркутской области с широким участием общественности и экспертного сообщества. В целях обеспечения безопасности населения организации профилактической работы губернатором Игорем Кобзевым подписано распоряжение о проведении в регионе месячника пожарной безопасности. С 1 марта по 1 апреля на основании распоряжения, подписанного губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, пожарные представители отдела надзорной деятельности будут принимать участие в рейдах совместно с представителями городской администрации, комиссией по делам несовершеннолетних, а также Всероссийским добровольным пожарным обществом. Данный месячный будет направлен на снижение пожаров и количество гибели и травмирования людей на них. Будут задействованы все субъекты профилактики. Особое внимание также будет уделяться одиноким пенсионерам и инвалидам, многодетным, семям и также семьям, которые состоят в социально опасном положении. Будет работа направлена на установку датчиков раннего обнаружения в семьях дальней категории граждан. Ну и также будут задействованы все СМИ, силы и средства, чтобы не допустить пожар. Напомним, что сегодня по данным сотрудников МЧС основными причинами зарегистрированных пожаров и возгораний по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем. Анализ, проведенный спасателями, показывает, что виновниками большинства из них являются сами жильцы, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности. В очередной раз хотелось обратиться с жителем СМИ, чтобы соблюдали требования пожарной безопасности, так как анализ пожаров и статистика показывает, что основные причины пожаров это короткое замыкание электропроводки, использование незаводского изготовления электроопрогревателей и перекал печи. Также это касается и садово-дачных кооперативов, и гаражных кооперативов. Ну и гражданам хотел напомнить основные номера вызова пожарной охраны, это 101 и 112, указать адрес места, что горит. Потому что раннее обнаружение пожара и своевременное прибытие пожарных подразделений приводит к спасению жизни и наименьшему материальному ущербу. Спасатели совместно с волонтерами будут распространять информацию о необходимых мерах пожарной безопасности в социальных учреждениях, в интернатах с круглосуточным пребыванием людей, в школах и детских садах, а также с должностными лицами, ответственными за пожарную безопасность в образовательных учреждениях. По данным сотрудников прокуратуры в Саянске регистрируется рост случаев мошенничества с использованием интернет-технологий и мобильного банка. По данным сотрудников прокуратуры в Саянске выросло число зарегистрированных случаев мошенничества. В настоящее время это одно из самых часто совершаемых в городе преступлений. Чаще регистрируются только кражи. Как отмечают служители Фемиды, рост произошел исключительно за счет телефонного и интернет-мошенничества. Во-первых, хочется сказать, что никогда никому не следует сообщать сведения, имеющиеся на вашей банковской карте. К этим сведениям относятся как номера счета, указанные с лицевой стороны, так и коды с обратной стороны. Хочу обратить внимание, что на каждой карте, как правило, на каждой карте имеется телефон горячей линии соответствующего банка, где вы можете выяснить все вопросы, которые у вас возникают при ее использовании. Тем не менее, на территории города Саянска имелись факты, когда поступали звонки от лиц, представляющих сотрудниками банковских организаций, различных правоохранительных органов. Когда люди, злоумышленники, утверждают о том, что с ваших карт производится списание денежных средств, необходимо незамедлительно сообщить эти данные. Не так давно в Саянске произошел случай, когда злоумышленники инсценировали и провели целый комплекс мероприятий, в результате которых с банковского счета пострадавшего была списана крупная сумма. Поступил звонок от имени сотрудника банка, который представился сотрудником определенного банка и сообщил о том, что в настоящее время происходит списание денежных средств. После чего поступил повторный звонок на этот же номер этому гражданину, и человек, представившийся сотрудником правоохранительного органа, сообщил, что он является оперуполномоченным, что в настоящее время злоумышленники списывают денежные средства с карты и попросил продиктовать сведения банковской карты. После чего попросил сообщить пин-код, поступивший в СМС-сообщение. В результате чего гражданин, введенный в заблуждение, сообщил все указанные сведения. Ежегодно жертвой злоумышленников в Саянске становится десятки горожан. Несмотря на то, что правоохранители регулярно проводят разъяснительные беседы и предупреждают, как уберечь себя от действий мошенников, но горожане продолжают верить на слово незнакомым людям и добровольно отдавать свои накопления. Каждую неделю сотрудники отдела судебных приставов совершают рейды по городу с целью выявления должников по алиментам. Наши корреспонденты приняли участие в этом не всегда успешном деле. Очередной рейд судебных приставов по выявлению должников, которые уклоняются от уплаты алиментов, проводился по нескольким адресам микрорайона «Юбилейный». Сотрудники звонили и стучали в квартиры, указанные в документах. Из шести злостных алименщиков застать дома нам удалось только одну женщину. Приставов она встретила в приподнятом настроении. В десятом часу утра у нее дома проходило веселое застолье. У женщины есть сын-подросток, который проживает с отцом. В пользу него она задолжала полмиллиона рублей. Общаясь с приставами, она посетовала на то, что попасть в отдел, дабы передать необходимые документы, невозможно, и что надо бы пересчитать сумму алиментов. По ее мнению, она не такая. Судебный пристав исполнитель Евгений Шпак прокомментировал данную ситуацию. Мы застали только одну должницу, которая уже ранее была привлечена по статье 5.35 Кодекса опыта административного правонарушения, то есть невыплата элементов 2 и более месяца, и привлечена была по углу, то есть по 157 статье. Сейчас мы выдали требование о предоставлении документов, потому что она оплачивала элементы напрямую взыскателю на его реквизиты. Если в дальнейшем предоставит место работы, где встанет трудоустроенно, то следует, мы туда направим постановление о поддержании на заработную плату. Алименщики, которых не застали дома, и те, кто, по словам соседей, съехали, будут разыскиваться. В случае отказа от уплаты долга, они будут привлечены к ответственности. Сначала административной, а затем уголовной. Мы имеем право привлечить должник, не проплачивая 2 и более месяца, алименты на содержание совершеннолетнего ребенка. Перед тем, как его привлечь, мы, конечно, выносим ему предупреждение, разъясняем все права, обязанности. Если на протяжении дальнейшего времени он игнорирует наши требования, не оплачивает, то ставится вопрос именно по привлечению к административной ответственности. То есть составляем протокол по административному правонарушению и увозим весь материал на рассмотрение в судебный участок. Для должников предусматриваются три вида наказания. Обязательные работы, административный арест или штраф. Подарите малышам тепло. В Саянске проводится добрая акция «Теплый башмачок». Цель акции – связать пинеточки для новорожденных и вручить их в день регистрации малыша в городском ЗАГСе. «Теплый башмачок» – акция под таким названием проводится в Саянске. «Бабушки, мамы, у которых есть дети, которые умеют вязать, вяжут маленькие теплые башмачки, в народе они называются пинеточки. И вот мы решили, что эти маленькие пинеточки, мы навяжем их и подарим мамам, которые родят малышей». В добрые акции, стартовала которой в преддверии Международного женского дня, приняли участие представительницы городского совета женщин, совета ветеранов, клуба молодых семей «Наше время». «На сегодняшний день у нас уже навязано таких 14 башмачков. Было очень приятно, когда мы буквально вчера побывали в роддоме и эти маленькие башмачки, тепленькие пинеточки, вручили мамам, которые родили малышей. Там мы вручили шесть таких тепленьких башмачков. Было очень приятно получить такой маленький подарок от наших мам, которые умеют вязать и которые дарят свое тепло, щедрость своей души и сердца вот этим маленьким существам, которые у нас родились». Яркие пинетки – подарок малышам можно связать из любой пряжи, спицами или крючком, любой вязкой. Готовые изделия можно принести по адресу Саянскому краюну строителей 24, помещение городского совета ветеранов с 9 до 18 часов, учитывая выходные. «Статистических данных у нас в городе Саянске рождается в среднем где-то 600-700 детей. Вот представляете, сколько нам надо навязать пинеточек, чтобы каждой маме доставить такую маленькую радость. Поэтому я призываю всех женщин, бабушек, которые умеют вязать пинеточки, поделиться своим изделием для тех мам, которые у нас родят малыша, девочку или мальчику. Это будет очень приятно». Студенты Саянского химико-технологического техникума уже несколько лет активно помогают бездомным кошкам и собакам. Ребята собирают корм для животных, который доставляют в центр передержки лучик надежды. Студенты химико-технологического техникума активно принимают участие в общественной жизни города, получают новые знания, опыт, а также реализуют свой потенциал. Как отметила педагог-организатор учебного заведения Татьяна Орешко, молодые люди часто выбирают мероприятия социальной, патриотической и экологической направленности. На протяжении нескольких лет молодые люди помогают приюту бездомных животных и благотворительным организациям. «В течение пяти лет Саянский химико-технологический техникум участвует в акции сбора вещей для многодетных и малоимущих семей. Часть волонтеры доставили поадресно, а часть направили в Саянский храм благовещения. Также, помимо этого, была запущена акция сбора кормов для питомцев «Лучика надежды». Для участия в акции необходимо приобрести сухой корм или консервы для собак и кошек, наполнители для туалетов, игрушки и другие аксессуары и оставить их в комнате организатора учебного заведения. Акция у нас проводится два раза в год, и мне хотелось бы поблагодарить каждого из участников нашего химико-технологического техникума, который принял участие в данной акции, а именно приносили вещи и корма. По мере наполнения контейнеров волонтеры техникума будут проводить инвентаризацию всех пожертвованных продуктов. Далее все собранные товары передадут в приют бездомных животных. Центральная городская библиотека на время капитального ремонта здания обосновалась в новом помещении. Любители чтения приглашают посетить абонемент и читальный зал в здании Центра народного творчества по адресу микрорайон Юбилейни 68. Хотя уже сегодня, пока мы даже находились в стадии переезда, подготовки к переезду, уже вот здесь вахтеры сидят, уже говорят, к вам уже человек 10 пришло и спрашивают, когда откроется библиотека. Весь? Да, так что мы надеемся, что мы своих читателей, таких, скажем, самых-самых-самых преданных, надеюсь, мы их не потеряем. А может быть, приобретем еще и новых, потому что все-таки на новом месте библиотека всегда, я думаю, что мы вообще даже пойдем, наверное, расклеим объявления по подъездам немножко, так скажем, чтобы люди знали, что сегодня библиотека находится здесь, и пусть они приходят, нам читают. С 1 марта начат капитальный ремонт здания Саянской центральной городской библиотеки, но библиотека продолжает действовать и приглашает читателей в новое помещение. Временно пристанищем храма знаний стало помещение Центра народного творчества, расположенного в микрорайоне Юбилейный. Ждем уже наших читателей в этом здании. Мы оборудовали его, два зала для читателей, так скажем, взрослый и юношеский абонемент, и отдельное у нас помещение для, так скажем, посетителей электронного читального зала. Небольшое помещение не смогло уместить весь библиотечный фонд. На стеллажах представлена самая востребованная читателям литература. Мы будем использовать фонды других библиотек, даже если читатели придут, и эта книга где-то вдруг, мне кажется, в нашем фонде, мы будем заказывать через фонд. У нас еще три библиотеки в городе будем заказывать. Я думаю, что наши читатели не останутся без внимания. Ну а мероприятия, мероприятия будем, видимо, проводить где-то на базах других библиотек. Школьники приходят в помощь в школьной программе, изучают, классику в основном берут. Ну и современные, конечно, берут дети. Вот мы для них оформили выставку и для взрослых, и для детей. Ну а среди взрослых у нас в основном это что? Это фэнтези, это детективы, это женские романы, это исторические романы, это сибирский роман. Поэтому все это мы, в общем-то, скомплектовали и перевезли сюда. Библиотека работает с 11 до 19 часов, без перерыва на обед, пятница, выходной. Обращаемся ко всем жителям нашего города и к нашим прежним читателям. Не хотим потерять, так скажем, вас, поэтому ждем вас, приглашаем. Обязательно приходите, приводите своих знакомых. Обращаемся к жителям вот этого микрорайона, где мы сегодня базируемся. Здесь рядом тоже большой, так скажем, жилой комплекс, поэтому приглашаем всех. Двери нашей библиотеки для вас открыты. Будем рады встрече с вами. Всемирный день писателя отмечается ежегодно 3 марта почти во всех странах мира. Праздник учрежден в 1968 году решением Международного пен-клуба в защиту свободы печати и против фальсификации искажения фактов в печатных изданиях. 3 марта – Всемирный день писателя. Сибирская литература имеет свои давние традиции. Литературный Иркутск гордится яркими писательскими именами, без которых сегодня нельзя представить историю отечественной литературы. Из культуры бытописательства иркутских купцов, чиновников, натуралистов и офицеров выросла наша краеведческая, вначале хроникально достоверная, а затем и художественная литература. Большое влияние на духовную жизнь в Восточной Сибири оказывали политические ссыльные, начиная от Александра Радищева и декабристов. В советские годы в мировую литературу вошли имена Валентина Распутина и Александра Вампилова. Каждое десятилетие открывало новые звезды на сибирском литературном Олимпе. Давайте начнем, может быть, с 60-х годов. Это мне ближе. Это Сибирская стенка. Сибирская стенка. Откуда Вампилов, Распутин, Глеб Папулов, Борис Чернов. Это 60-е годы. Тот же Ростислав Филиппов. Вот это иркутская литература. Писатели-сибиряки стремились в произведениях познакомить русского читателя с Сибирью, открыть для него эту неведомую страну. В 80-е яркие произведения создавали авторы Братского поэтического объединения. Василий Арачон, Василий Костромин, Сергей Жариков, Ирина Гончарух. И сегодня за пределами региона известны имена таких прозаиков, как Игорь Корниенко и Андрей Антипин. Саянские его жители всегда с радостью встречали литературную элиту сибирского региона. Здесь в разные годы побывали многие из тех, чьи произведения навсегда вошли в культурную сокровищницу литературной Сибири. Саянский литератор Игорь Абрускин, поэт, публицист, прозаик, создает сегодня серию очерков об истории своей малой родины. Есть и неизданная до сих пор лирика, которая также ждет своего читателя. Мне бы хотелось собрать введенную книгу свои очерки путевые, которые сплавные и прочие, вот эти, и краеведческие материалы, четыре тракта. То есть вот этот материал, понимаете, когда он просто разбросан, лежит, его нужно отдать просто, и тогда освобождаешься от этого. Но, увы, увы, как-то где-то напечататься, что-то сделать. Но оно, в принципе, уже было напечатано в газетах, в газетных материалах много. Ну, а из прозаического, да, вот это, именно. Ну, и я хотел бы, конечно, издать просто сборных стихов. У меня их достаточно много. Писатели Восточной Сибири объединились в союз литераторов в начале 30-х годов жестокого и грандиозного по своим свершениям 20-го века. Традиции нравственной чистоты, живой человеческой души, стремление к справедливости и правде писателям-сибирикам удалось пронести с той трагической эпохи до сегодняшних дней. Музей истории города и картинная галерея приглашают маленьких и взрослых саянцев посетить выставку «В окнах» в экспозиции работы участников конкурса «Защитники земли русской». В Музее истории города и в картинной галереи в окнах оформлена замечательная выставка «Защитники земли русской». Эта выставка – итог конкурса, который проводится второй год. На этот раз было принято 287 рисунков, написанных детьми разных образовательных учреждений Саянска. «Конкурс «Защитники земли русской» и, соответственно, выставка организован в рамках проекта «Победа в сердцах поколения», также в рамках традиционных мероприятий, которые мы проводим ко дню «Защитника Отечества». Собственно говоря, выставка и начала свою работу в праздник 23 февраля. То есть она, наверное, уникальна тем, что у любого желающего есть возможность, просто даже прогуливаясь по улице, увидеть рисунок, оценить творчество ребят». Жюри конкурса отметило высокое художественное мастерство участников конкурса и качественное оформление рисунков. Больше половины работ заняли призовые места. Победители будут награждены дипломами. Остальным ребятам вручат сертификаты участников. Педагоги, под руководством которых были выполнены художественные работы, будут отмечены благодарственными письмами. «Приятно было видеть наших защитников разных исторических времен. Конечно, большинство ребят предпочло изобразить богатырей. То есть это первые защитники нашего Отечества. То есть такая тема, которая, наверное, никогда не будет забыта и всегда будет пользоваться популярностью. Но были и солдаты времен Великой Отечественной войны. И маршал Жуков, и Суворов был изображен. То есть нам было приятно видеть батальные сцены». Куликовская битва, сцены боев времен Великой Отечественной войны и богатыри земли русской. Рисунки выполнены в разной технике с применением гуаши, акварели или карандаша. Выполняя конкурсные работы, дети узнавали о значимых событиях и личностях, которые являются исторически важными. «Весна – время цветов, признаний, преображений и надежд. 8 марта мужчины спешат порадовать любимых дам отличными подарками и букетами и продумать заранее увеселительное мероприятие. Ведь впереди у россиян три выходных». В России 8 марта – один из самых любимых и массово отмечаемых праздников, хотя его содержание претерпело метаморфозу. Из-за диалогического чествования женщины передовика производства и активистки он превратился в День любви и семейных ценностей. В преддверии весеннего торжества цены на цветы повысились примерно на 100 рублей. Одна роза сейчас стоит 280 рублей и 350 рублей в зависимости от высоты цветка. Однако саэнские мужчины не скупятся и заказывают цветы охапками 55 или 101 розу. «Очень много заказов на 7-е и 8-е число. Что больше всего заказывают? Розы, тюльпаны, какие-то композиции. Порошечные цветы, они очень хорошо их берут, особенно на 8 марта. Уже предзаказы были. Но мужчины наши не скупятся на подарки? Да, я думаю, что нет. Все равно придут покупать своим женщинам». В Международный женский день принято поздравлять женщин с весенним праздником не только цветами и подарками. Искренние поздравления и комплименты дарят радость. «Женщин города Саянска и Российской Федерации поздравляю с наступающим международным праздником 8 марта. Желаю им счастья, здоровья и вот такой же улыбки». В связи с праздником граждан ожидают перенос выходных. В текущем году праздничная дата выпадает на вторник. В связи с этим власти решили перенести субботний выходной день 5 марта на понедельник 7 марта. Таким образом, россияне будут отдыхать в воскресенье, понедельник и вторник с 5 по 8 марта. Выходные, солнечные, весенние дни с любимыми людьми. Что может быть лучше? На музейном уроке, посвященном предстоящему женскому празднику, первоклассники из пятой школы своими руками мастерили для мам и бабушек красивые открытки. «Среди весенних первых дней 8 марта всех дороже, на всей земле для всех людей весна и женщина похожи». «Давно ли песни ты мне пела, над колыбелью наклонясь, но время птицы и полетело, и в детство не тебя похвалайся. Поговори со мной, мама, о чем-нибудь поговори, до звездной полночи до самой, мне снова детство подари». Несколько дней осталось до наступления замечательного праздника, который пахнет весной и ароматами самых разных цветов – Международного женского дня. В этот день принято поздравлять всех представительниц прекрасной половины человечества. Дети к этому дню готовятся особенно, разучивают стихи и песни, делают своими руками памятные подарки. Так в Музее истории города прошел урок, на котором специалист Оксана Федосиева, рассказав об истории возникновения праздника, провела мастер-класс по изготовлению объемной открытки ко дню 8 марта. Ребятишки из 1-го А-класса 5-й школы старательно складывали заготовки, наклеивали на них стебельки и раскрашивали нежные бутоны прекрасных цветов. Свои открытки они подарят своим дорогим мамам, бабушкам, сестрам или любимой учительнице. В международный женский день желаем вам терпения. Простите, что приносим мы порой вам огорчение. Пускай знают в школе все, что вы учитель лучший. О доброй традиции для ветеранов акционерного общества «Саянский химпласт» накануне весеннего праздника прошел торжественный вечер. Веселая песня, яркие хореографические постановки и приятные подарки были подготовлены для старейших работников градообразующего предприятия. Уже стало доброй традицией в конце зимы устраивать объединенный праздник для ветеранов акционерного общества «Саянский химпласт», которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Со сцены Дворца культуры «Юность» бывших работников градообразующего предприятия с Днем защитника Отечества и Международным женским днем поздравил директор по производству химкомбината Ривгат Мбараков. Пришел и понял, я буду давно работать. Серьезно-серьезно, на вторгах знакомых. Ривгат Гусманович сказал слова благодарности ветеранам градообразующего предприятия. Их вклад в становление и развитие завода весьма значим. Без них производство не вышло бы на такой высокий уровень. На сегодняшний день создали, имея крепчайший завод. Поверьте мне, я горжусь этим заводом нисколько не хуже по уровню технологии, по уровню качества продукции, любой завод мира. Это абсолютно точно. Ведущие праздничной программы Виктор Воронков и Ирина Ильичева благодарили сидящих в зале мужчин за мужество и отвагу. И восхищались нежностью и красотой женщин. Ну и какой же праздник без подарков. Только вот, чтобы получить презент, нужно было ответить на несложные вопросы, что ветераны химпласта с удовольствием делали. Творческие подарки от солистов и коллективов форцакультуры также порадовали зрителей. С концерта ветераны уходили довольные, в прекрасном настроении. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Ну, а я в свою очередь хочу поздравить всех милых женщин Саянска с весенним праздником. Всего вам доброго. До свидания. Будьте счастливы и берегите себя.